Директор общественной организации «Домик детства» Антон Рубин проблемами сирот занимается не первый год. На прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну обратился с проблемой одной из своих подопечных. Девушку, выпускницу интерната, мошенники оставили без квартиры. И это не единичный случай. Абсолютно не готов к самостоятельной жизни. Не социализированы, не адаптированы, не интегрированы в общество. Не знают элементарных правил поведения в обществе, в том числе правовых основ, конечно же. На встрече договорились разработать проект по социализации детей-сирот до того, как они покинут интернат. Обсудили возможные варианты решения проблемы пострадавшей. Александр Хинштейн обратился к городскому департаменту управления имуществом. В случае, если она сейчас будет трудоустроена, полагаю, это достижимо, то после этого ей предоставят койку в общежитии, где она сможет жить. Ну а относительно потерянной ей квартиры, увы, с этим уже ничего не сделано. От мошенников пострадали и участники дачного товарищества «Пригородная». Почти 160 человек заплатили коммерческой организации по 40 тысяч рублей за проведение электричества, которое ждут до сих пор. Обещают каждый раз разные строки. В мае обещал, что в июле подключат. В июле обещал, что в сентябре подключат. Обещаниям люди уже не верят. Компанию проверяют правоохранительные органы. И первые результаты проверки уже есть. Выяснилось, что деньги с людей брали, не подготовив ни проект, не получив разрешительную документацию. Здесь все признаки состава преступления налицо. Деньги у людей собрали. Обязательства, взятые на себя, не выполнили. Это мошенничество. И убежден, что такое уголовное дело будет возбуждено. Запросы о проверке законности и обоснованности приема денег на электрификацию направлены в МВД и прокуратуру. Лариса Шлафаст, События.